добрый день ну давайте у нас значит прослушивание этапов или есть вопросы еще кита вопросов нет пока что давайте этапы прослушивать будем да хорошо можно да конечно здравствуйте сейчас я сделаю демонстрации когда пожалуйста я себе отключаю чтобы не мешать вам а вы можете камеру еще включить нет в угол если нет не в угол просто камеру у меня тут не работает хорошо значит я хотел сказать анна александровна я да значит давайте статью выложите на сайт в том виде в котором есть я сейчас рассылку делаю автором пожалуйста а выложила даже рецензии а вы мне не сообщили не сообщили об этом не подумаю выложили да я тогда разошлю замечания к статьям но все спасибо да так давайте мы первый этап это то что вы написали что не можете на прошлой неделе давайте это у нас какой проект напомните моделирование фиксированной компании проект номер а по моему уже стоимость проект я вам после этого посмотрю точно номер и могу сказать я сейчас посмотрю сам мы хотим представить наш проект первый этап моделирование эффективности рекламной компании выполнили авиацион давид джапов тимур берегова анастасия бондарь алексей очень странно тут включается моделирование эффективности рекламной компании цель создать модель позволяющий оценить эффективность рекламных компаний на основе распространения информации среди потенциальных клиентов проект ориентирован на исследование динамики окупаемости затрат на рекламу задачи построение графиков распространения рекламы задавая начальные значения числа информированных клиентов и общего числа потенциальных клиентов сравнение эффективности рекламной компании в разных сценариях когда коэффициенты влияния платной рекламы сарафанного радио уменяются, определение момента максимального роста эффективности рекламы, построение решений, учитывающих только платную рекламу и только сарафанное радио с их последующим сравнениям. Теперь поговорим о проблеме эффективного планирования рекламных компаний и заметим, что в условиях насыщения рынка важно оценить, как расходы рекламы окупаются и также исследуется, при каких условиях реклама становится неэффективной. Отсюда возникает вопрос, какое количество потенциальных клиентов можно охватить за определенное время? Теоретическое описание задачи. В задаче моделируется распространение информации среди клиентов. На слайде представлено уравнение изменения количества информированных клиентов, где N0 – это начальное количество информированных клиентов, это небольшое, общее количество потенциальных клиентов. Факторы – платная рекламное сарафанное радио. Далее мы рассмотрим модель Мальтузен. Она используется при равном влиянии платной рекламы и сарафанного радио. Справа мы видим график, который является экспоненциальным ростом количества информационных и информированных клиентов в начале рекламной кампании. Логистическая кривая применяется, когда одно воздействие преобладает. На слайде представлена формула. По графику мы видим рост количества информированных клиентов замедляется по мере насыщения рынка. Теперь, когда мы оценили две модели, мы можем их сравнить и видим, что модель Мальтузен лучше подходит для анализа начальной фазы рекламной кампании, где у нас информация распространяется довольно быстро. А наша уже логистическая модель эффективнее описывает долгосрочное поведение рынка, когда рост числа информированных клиентов замедляется из-за насыщения рынка. По выводу, первая наилучшая эффективность рекламной кампании достигается в начальной фазе при активной рекламе и второе сарафанное радио играет ключевую роль при долгосрочной рекламе. На этом все. Спасибо за внимание. А разве логистическая кривая вначале не идет как мальтусовская модель, как экспонента? Ну, мы катастроили, у нас получилось, что они у нас две вот такие получаются. Ну, хорошо, 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 да. Приближения могут быть разные, да? Хорошо. Так, кто еще? Я хотела рассказать второй этап. Конечно, конечно, да. Открываем. Демонстрация. Могу начинать? Конечно. Видно, слышно? Все видно, все слышно. Я представляю проект «Модель гармонических колебаний» и второй этап, который называется «Алгоритмы решения». И, соответственно, на этом этапе мы будем рассматривать аналитические решения на поставленные задачи и решения с помощью компьютерных программ. Сперва аналитические решений. Сперва аналитические решения. В них мы рассмотрим три случая. Это осциллятор без затухания, с затуханием и с воздействием внешней силы. Все три случая были разобраны при постановке задачи. Итак, гармонический осциллятор без затухания описывается следующим дифференциальным уравнением. И известно, что это уравнение имеет решение в явном виде, которое можно найти с помощью простых шагов. Первое – это составление характеристического уравнения, второе – это решение его характеристического уравнения и составление общего решения дифференциального уравнения по известной формуле. Далее – подстановка начальных условий для нахождения констант. И в классическом виде обычно делается замена переменных следующая. Это вводится переменный… Переход производится в переменном А и ФИ. То есть это, по сути, переход к полярным координатам в спектральной области, что позволяет записать решение дифференциального уравнения вот в таком классическом виде, последнее уравнение, где уже у нас задействованы А, амплитуда и ФИ-фаза. Перменический осциллятор с затуханием описывается, опять же, представленным на слайде уравнением. Оно отличается наличием второго слагаемого при первой производной координате. И шаги для его решения выглядят ровно так же. Это составление характеристического уравнения и его решение. В решении характеристического уравнения можно рассмотреть три случая. Когда корни характеристического уравнения повторяются, когда они действительны и когда они комплексны. Из этого, получается, решения записаны в чуть-чуть различной форме. И гармонический осциллятор с воздействием внешней силы. Здесь у нас появляется неоднородность в правой части. Мы рассматриваем случаи, когда внешняя сила периодическая так же, чтобы итоговое наше уравнение все-таки, наше движение все-таки осталось колебательным. И известно, что при таком виде неоднородности в правой части существует вид частного решения, который может быть найден с помощью метода неопределенного коэффициента. А общее решение находится так же, как и в предыдущем случае, с помощью решения одноводного уравнения. Но если, например, эти методы рассмотренные были забыты, или, например, вынуждающая сила выглядит как-то более сложно и нет времени, можно, конечно же, использовать компьютерные программы для решения любого из представленных трех дифференциальных уравнений. Каким образом можно использовать компьютерные программы для решения такого вида уравнений? Во-первых, можно найти численное решение. Эти решения обычно базируются на разностной аппроксимации производной, они имеют заданную точность, ее можно указывать в параметрах. И, например, некоторые решения используют разложение функции в ряд Тейлора, анализ этих методов. А также можно компьютерные программы использовать, чтобы решить данные дифференциальные уравнения в символьном виде. Это будет возможно, так как есть замкнутое аналитическое решение в замкнутой форме. Символьные решения, символьные вычисления, они отличаются тем, что они оперируют символами, они совершают постановки, упрощения. Но вот не всегда приводят к решению. В нашем случае гармонических колебаний должны всегда приводить. Сейчас рассмотрим две идеи. Одни из основных решений численных. Это две схемы. Схема Эйлера и схема Рунгекута. Итак, метод Эйлера, как я и говорил раньше, использует разностную схему, разностную аппроксимацию производной. Точнее, разбивает весь интервал на отрезки. И разные значения функции на отрезках, деленные на длину отрезка, это у нас получается в производной. Действительно, если устремить длину разбиения к нулю, это будет определение производной. Но в численных методах она, естественно, не нулевая, это длина разбиения. И упрощая вот это выражение, полученное с помощью подстановки разностной аппроксимации в исходную задачу каши, просто перенося вправо-налево, мы получаем рекуррентную формулу, которая позволяет вычислить значение искомой функции в узлах. Ну, точнее, в отрезках разбиения. И в итоге мы получаем разностназаданную функцию. Если нужна очень непрерывная, то можно будет ее каким-то образом интерполировать по полученным значениям. Этот метод является методом первого порядка точности относительно длины отрезка разбиения. И повышение порядка точности происходит через рассмотрение большего числа слагаемых в ряду Тейлора в разложении функции Yt. Однако, это реализуется, вот это повышение порядка точности реализуется сложно, так как предусматривает вычисление более объема. И кратко оба идея метода рунги-куты, оно выражается вот на такой разностной схеме, под третьим буллетом изображено. И также, выбирая коэффициенты альфа-бета, у нас тут только альфа, да, выбирая коэффициент, можно получить также явную рекуррентную формулу. Вот, например, под пятым буллетом получена явная рекуррентная формула при альфа равной 1,2. Это довольно популярный коэффициент альфа равной 1,2. И тут видно, что эту рекуррентную формулу можно, в принципе, вычислять двумя шагами, двумя этапами. Первый этап называется предиктор, он совпадает со схемой Эйлера, и второй называется корректор. В итоге, два последовательных произведения этих этапов дают вычисление у и плюс первого по данной формуле. И этот метод уже второго порядка точности, однако тут также существуют методы повышения порядка точности. Но, опять же, повышение порядка точности выходит в усложнение тем, что приходится много раз подсчитывать значение функции F. И решение с помощью компьютерных программ, где его можно реализовать? Ну, его можно реализовать с помощью различных языков программирования, в которых встроены соответствующие библиотеки для решения обыкновенных дифференциальных уравнений. И в специальных средах разработки, в средах компьютерной алгебры, вот среди них отметим, значит, в языке Python есть библиотека для символьного вычисления, это SimPy, и библиотека для численного решения, это SciPy. Далее, ну, знакомый нам Octave Matlab, на выбор, что доступно, довольно похожий синтаксис, они, с помощью них можно реализовать и символьные численные решения. Можно использовать язык Fortran, он предоставляет методы численного решения, можно использовать язык Julia, он также содержит методы численного решения. И среды Максима или Математика, они поддерживают и символьные численные решения. На данном слайде у меня еще отмечена такая характерная особенность инструментов, как универсальный метод. Расскажу, что я понимаю. В некоторых инструментах можно одним названием метода решить... Метод сам подбирает схему, в которой он будет численно решать уравнение. То есть нам не обязательно указывать конкретно, каким методом рунбикуты из всех его возможных вариаций мы хотим решить. Программа автоматически определяет, какое будет использоваться, какое-то по умолчанию или какое-то более оптимизированное. Это очень удобно в плане того, что не надо самому даже думать о том, какой именно метод будет наиболее удобен для данной задачи. И видим, что отличного функционала универсальный метод, где один раз записал и не думаешь, какой схемой решается, его нет, например, в Октаве, в Максиме и в Фордране, насколько я понимаю. На этом по этапу алгоритма решения у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Но вы же знаете, что рунгикуты – это не конкретный метод, это конструктор разных методов. Это семейство методов, да. Конструктор методов даже, да. Там можно любой метод сконструировать на базе схемы рунгикуты с помощью таблиц батчера. Ну, нам его косвенно читали на вычислительных методах. Да, 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 вы должны были знать, да. Да, спасибо, хорошо очень. Так. Угу. Так. Еще кто-то что-нибудь желает выступить? Силы кончились. Хорошо. Вопросы какие-нибудь? Ну, вот, у меня, наверное, небольшой вопрос по информационной безопасности. Нет, нет, давайте сейчас. Не нужно даже… Хотела попросить разобрать, может быть, тест к лекции, по-моему, пятый, если не ошибаюсь, сейчас проверю. В общем, меня его как-то тотально завалило, и откровенно я не понимаю, где была оплошность. Они довольно схожи, между собой были тесты. Но почему-то что-то один совсем вылетел. Вот. Может быть, ну, разобрать, спросить, а что там было, в чем там был подвох, что, может быть, я не учла, честно. У вас сколько набралось там? Не пятое. Сейчас. Может быть, к седьмой? Сейчас, секунду. А, вот, к седьмой лекции у меня вообще, типа, ноль. У меня ноль из пяти. В остальных у меня довольно хорошо, типа, пять из пяти. Ну, я немножко в шоке, думаю, может быть, правда что-то я совсем-совсем не допустила. Вы напишите мне это в письме, я тогда завтра посмотрю, попытаюсь разобрать, что там у вас случилось. А, все, поняла, оформить в письме. Спасибо. Ну, я думаю, что недостаток одного балла, в принципе, не изменит вашу жизнь. Ну, да. Да. Ну, все равно, да, я посмотрю завтра туда. В письме напишите, пожалуйста. Спасибо. Еще есть вопросы? Да, у меня тоже есть вопрос по поводу информационной безопасности, по поводу доклада. Вот я отметил на доклад к пятой лекции, это по асимметричному шифрованию, и вот там надо сдать до 26-го. Ну, вот я на днях запишу видео, выложу его, а защищаться он будет на лекции какой конкретно? На следующей лекции, да. Ну, вот просто на следующей, это которая через две недели, да? Да. Понял. На конкретной лекции. Так, еще вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда до свидания. Спасибо.